Итак, вот мы начинаем массаж, вы обратили внимание, что человек уже давно держит, а я давно на него еще говорим, а уже положу в руки. С этого начинается договоренность нашего, его вернее тела, с моими руками. Особенно новички, когда приходят в первый раз. Бывает такое, что сознательно он как бы готов, да, да, хочу, жми, дави, ломай, крути, что хочешь. А подсознательно, подсознание у нас регулирует всю моторику тела, оно не готово тело, и оно сопротивляется. Поэтому, вот видите, вот он дышит, я чувствую дыхание, я настраиваюсь с ним на одно дыхание вместе, синхронно, начинаем дышать. И как бы мы договариваемся с его телом, как мало ли, помните, ты и я, мы с тобой одной кровью. Да, 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 и вот весь следующий массаж желательно мы не должны руки с него снимать. Минимально тут, если наливаем масло, даже вот можно масло, видите, нетрываю руки, налить. Опять же, чтобы было комфортно. Не на него я капаю, а на себя. Потому что холодное масло будет опять каким-то таким маленьким шоком для локальной зоны, да. С другой стороны, масло можно подогревать, но это другие виды массажа, там, эротические, например, да, там специально вот это, на ощущениях холодно-жарко, там, неожиданности вот эти все, они там играют роль. Нам это сейчас не надо. Мы, вот видите, я растираю руки сначала масло в руках, а потом его телу. И это уже идет вот это вот поглаживание, это уже начался массажный процесс, который переходит в растирание. Растирание это что? Это согревание тела, его тканей за счет трения. Поэтому делается достаточно быстро. Ну, какие приемы есть? Мы много их не будем проходить. Достаточно вот спиральнивитные. Вот я как бы сбоку прошел, вот тогда пациенту может пройти. Продольные. Как видите, снизу вверх. Я делаю все движения снизу вверх. Желательностойка должна быть, как я ему показывал. Вот такая, да. И мы запускаем движение от пятки дальней, на которой опорная, сейчас нога стоит, да. Перемь на себе тело на другую опорную ногу, теперь переднюю. И доводим руку сюда. Так получается, что у нас ладонь всегда примерно напротив нашей точки донтяни. Вот примерно она здесь ходит. Сразу же можно включить выжимку. Выжимка – это полностью ладонь по всей дуге тела, по его окружности, да, как можно плотнее обжимает. Вторая рука у нас является дополнительным утяжелением. Видите, мы медленно уводим лимфу и кровь в подмышечную впадину, там узлы находятся. Еще узлы у нас находятся там под ключицей. Руки, ладони всех разного размера, да. У некоторых получится два прохода. У меня бывает один. Например, один проход сбоку, один проход сверху. Видите, кстати, я сягодицы начинаю, а не отсюда. Сягодицы. Второй проход вот туда. Хорошо, а если давление? Вы же спрашивали про давление. Ну вот этот элемент показываю. А, этот элемент, да. Все очень просто. Переворачиваете корпус тела в другую сторону. И то же самое, наведываете продольные движениями, продольные, вытяжка только в обратную сторону. И уводим в паховую зону. Вот туда. Под гребень под вздошью кости. То есть там наше движение заканчивается. Вот, возвращаемся к нашей технике. Сразу же переходим в растирание продольных вот этих мышц, длинных мышц спины, да, паравертибральных. Внедряясь ребром ладони как можно ближе. Не на сам позвоночник только, а рядом с ним. И вот эти мышцы, видите, мы как бы ее отодвигаем чуть-чуть. Вот между ними. Здесь такой элемент штрихования, вернее, стежки, называется, стежок. Вот мы делим область тела. Начинаем с креста нужно. Раз, например, два, три, четыре участка. Потом поделили на три участка. Раз, два, три. Потом на два участка. Раз, два. Потом на один участок. Раз. Вот прям от начала крестца. Вот. Теперь я демонстрирую, как это происходит. На каждом участке мы три-четыре раза. Три-четыре движения делаем, таких быстрых. Раз, два, три. Раз, три, четыре. Раз, три, четыре. Раз, три, четыре. Четыре раза прошел, да, теперь. Раз. Три раза прошел. И вот здесь есть нюанс первый. Мы должны, во-первых, полностью энергию туда запустить. Помните, мы делали этот энергетический шар? Это мы сразу энергию туда запускаем до такой степени, что, видите, покраснение сразу прошло. Это здорово, покраснение очень хорошо. Теперь можете проверить температуру кожи. Третий нюанс. Мы, если движение откуда-то начали, мы должны его где-то завершить. Ослательно, мы должны чувствовать, где мышцы начинаются и заканчиваются. Просто некоторые как-то делают кусочками. Тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. Это вообще неправильно. Человек должен чувствовать, что вы знаете и чувствуете его мышцы. Вы откуда-то начали движение. Вот я с крестцами начал, да? Довел до сюда. Тут переходим в трапециевидную мышцу. И я тоже захватываем и оттягиваем немножко назад. Вообще, в течение всех наших приемов мы будем не раз возвращаться к трапециевидной мышце. Постоянно ее оттягивать назад мы будем разными способами. Вот, разогрели здесь, разогрели здесь. И теперь разогреваем участками, более локальными. Но нам тут осталось на самом деле немного. Один участок это будет лопаточный такой, с кусочком шире, да? Тут мышцы идут веерно, как бы, вот, от косточки вот так расходятся в сторону. И участок с ягодицами. Тут веерно расходятся вот отсюда. Вот так вот в сторону. Ну, на самом деле, вот от этой кусочкой вот так расходятся веерно. Но все равно параллели идут вот так, по диагонали. Вот, для этого мы переходим пол шага вперед, чтобы мы стояли напротив лопатки, да? Разогреваем ее уже двумя руками. Тут прием такой делается. Две ладони близко-близко друг к другу. Чем ближе, тем трение больше. Трение больше, температуру больше передаете, да? Потом одну руку меняем на ладонь. Ну, может, две руки, две ладони. Потом вот одна лебром, другая ладонь уже трение переходит в небольшое разминание. Видите, валик скатывается. Видите, как бы, одной рукой подаем валик ткани. Меняем руки. И то же самое. Далее у нас одна рука переходит из работающей части не только ладонь, а еще и все подплечи. Поэтому я иногда рекомендую голову класть на руку и на бок. Вот. Разминаем, соответственно, это было вдоль мышц, а теперь поперек мышц. Просто разворачиваем наши подплечи вот так и идем вот в эту сторону. Всю лопатку, все вот эти широчайшие мышцы. Видите, я их подаю. Одна рука получается. Подарю. Другой разрезаю и обратно приподняю. Разрезал и обратно приподнял. Вот так прохожу все тело. Ну, если мы дошли до участка, например, ягодичной мышцы, да, то, соответственно, ее тоже начинаем прорабатывать. Сначала крестец вместе с поясницей. Вот. Чтобы вы сами воспринимали приемы как тренировка, видите, я своим корпусом тоже двигаюсь. Во-первых, я так больше задаю импульсы, да, в тело, расслабляя свои предплечья. А во-вторых, это немножко как прием для моего позвоночника. То есть я его тоже расшатываю. То есть одновременно польза ведет и массируем его нам, и массажисту. Вот, потом сменил одну руку на крыть плечи, другую руку на крыть плечи, вдоль мышц, да. А теперь поперед мышц. Опять же, этой рукой подаю, другое дело. То есть у вас должно, ну, вот этот прием растирания мы на этом как сейчас закончим, да. Просто покажу саму механику, да. То есть двигались ладонями. Потом двигались, ну, большие пальцы должны оставить, чтобы они нам не мешали. Большие пальцы, видите, один просто в воздухе висит, чтобы не мешался. Либо мы делаем валик, то тогда большим пальцем против него мы подаем ткани, понимаете. Либо делаем все предплечье, тогда тоже подаем ткани. Всей рукой сюда и обратно тоже, вот видите. Видно, да, Валик? Я не знаю, на видео видно. И здесь тоже вот, да. Вот, потренируйтесь, хотя бы в воздухе потренируйтесь. Сначала вот так, да. Параллельно, параллельно. Параллельно друг другу. Да, верхний, сверхний. Теперь ребрами. И так вот. Теперь одна рука вот так. Второй ребрами вот тут будет рядышком. Да. А теперь всем предплечем. А теперь меняем ладони. Так, которая была ладони в столах. Вебром. А такой же брод, ладон. Вот, мировались, да. Ну, и также мы меняем корпус тела. С этой стороны так работали, развернулись на стопах, вся эта сторона поработали. Так. Тут надо закончить приемы растирания. Дальше перейдем к приемам вибрации. Но об этом вы увидите в следующем видеоролике. А еще лучше записывайтесь на тренинги и узнавайте все на практике.